Добрый день, уважаемые коллеги! Официально поддержала заявку России на проведение чемпионата мира в 2018 году, завтра российской сборной предстоит важнейший матч отборочного цикла 2010 года, матч со сборной Германии. Сегодня мы презентуем вам нашу заявку, ее дизайн, фирменный стиль, ее логотип и, бесспорно, концепцию. Сегодня в презентации участвует министр спорта, туризма и молодежной политики, президент Российского футбольного союза Виталенч Мутко, легендарный футболист Советского Союза, олимпийский чемпион 1956 года Никита Павлович Симонян и еще одна легенда советского футбола, кумир миллионов, легендарный вратарь, участник трех чемпионатов мира Ренат Досаев. Я с удовольствием предоставлю право вступительного слова Виталенчу Мутко, президенту Российского футбольного союза. И это очень важное решение. Мы действительно впервые предложили свою страну в качестве организатора самого, может быть, и ответственного, но самого, может быть, и любимого спортивного праздника планеты. Это, конечно, градиожное зрелище, это сегодня большое соревнование и огромная ответственность страны организаторов. Ну и, конечно, это прежде всего и, в общем, тот проект и форум, который накладывает на страну организатора огромную ответственность. Потому что футбол – игра миллионов, футбол, значит, очень популярен, футбол, значит, это та игра, которая объединяет людей. Я думаю, что наряду с Олимпийскими играми это один из главнейших спортивных проектов мира. Конечно, это для нас очень важно. Мы считаем, что это сложная задача. Мы считаем, что наш проект и наша заявка направлены, прежде всего, на развитие, комплексное развитие тех городов, где будет проходить футбол. Но самое главное – на развитие, собственно, самой игры. И мы, понимая всю сложность ответственности, сегодня говорим, что мы готовы взять на себя эту ответственность. И, в общем, ее уже берем и заявляем, что Россия приняла решение и сделает все, что чемпионат мира прошел в нашей стране в 2018 году. Конечно, это не просто ответственность, это, в общем-то, ответственность с той уверенностью, которую нам дает сегодня, прежде всего, состояние российского футбола. Прежде всего, за последние годы российский футбол в значительной степени изменился. Вы знаете, что в последнее время мы сделали все, чтобы, в общем-то, менялась инфраструктура российского футбола. Российский футбол сегодня – это около двух миллионов наших граждан на регулярной основе играющий футбол под эгидой Национальной Федерации, под эгидой Территориальной Федерации. Российский футбол – это сегодня около 500 тысяч детей, которые занимаются в более чем 1500 специализированных школах. Российский футбол – это сегодня около 300 профессиональных клубов, которые объединяют наших профессиональных футболистов на территории всей страны. Это три лиги, это сегодня миллионные аудитории, это сегодня один из популярных видов спорта. Но российский футбол – еще и то, что сегодня объединяет людей вокруг побед национальной сборной, вокруг побед клубов. В последние годы наш футбол сделал существенный, вот скажем, шаг в развитии своем. Еще пять лет назад национальная сборная была 37-й в рейтинге, в мировом рейтинге FIFA. Наши клубы не попадали в финальные части Кубка UEFA, не играли в таких престижных турнирах. Сегодня, надо сказать, что за последние годы национальная сборная сегодня уже является 6-й в рейтинге FIFA. Наши клубы за эти годы стали обладателями Суперкубка, Кубка UEFA. Наша молодежная, юношеская команда стала чемпионом Европы. Развивается динамично женский футбол, мини-футбол. Мы открыли новую страницу, начали развивать пляжный футбол. Это, конечно, говорит о том, что футбол действительно популярен и на подъеме. Не могу не сказать и о существенном вкладе в развитие материальной базы. Российский футбольный союз совместно с нашими партнерами, которые поддерживают развитие футбола в стране, за последние годы вложили и инвестировали миллиарды рублей в наш футбол. Построено около 400 футбольных полей для детских школ, модернизируются стадионы. В общем-то, идет такая активная работа по развитию материальной базы футбола. Правительство Российской Федерации в прошлом году приняло специальную программу развития футбола страны до 2015 года, которая принята и одобрена и является со мной частью программы развития физической культуры и спорта. По этой программе до 2015 года мы должны построить 600 футбольных полей для детских школ, 10 футбольных крытых манежей. Первый уже будет в следующем году введен в Новосибирске. Мы должны модернизировать около 10 стадионов. Это большая работа. И, естественно, конечно, правительство только по этой программе вложит до 2015 года в развитие футбола 10,5 миллиардов рублей. Это существенные инвестиции, которые направляются сегодня правительством Российской Федерации. И, конечно, с большой частью, скажем... Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Наш легендарный вратарь Ренат Досаев И молодой яркий футболист Денис Холодин. Денис, пожалуйста, поднимитесь. Мы представляем также ту часть Восточной Европы, которой не интегрировалась в Евросоюз. Мы можем дать импульс развитию футбола на огромном пространстве евразийском, на огромном пространстве. И, естественно, конечно, убеждены, что проведение в России, значит, оно будет способствовать и продвижению имиджа России, и будет способствовать развитию в этой части земного... Спасибо, Виталий Иванович. Кстати, к нам присоединился представитель молодого поколения футболистов...